Это длинно-простой, очень красивый геометрический факт. Наверное, самое лучшее это сделать вот как. Давайте разделим фигуру f на 2. Ну что это значит? Вместо фигуры f рассмотрим множество точек вида x пополам, y пополам, где x и y это точки фигуры f. Сделаем гомотетию с центром в начале координат и перец центром 1 на втором. Что при этом происходит с площадью? Когда вы по обеим ассам координат в два раза нажимаете. Уменьшится в 4 раза. Уменьшится в 4 раза, совершенно верно. Но она будет больше единицы. f больше 4, s на 4 больше единицы. И вот теперь замечательная, красивая идея. Давайте, у нас была фигура f. f пополам, она вот как-то вот так вот выглядит. Давайте в каждой точке нарисуем параллельный сдвиг. То есть, рассмотрим не вот такие фигуры, а рассмотрим фигуры вида x пополам плюс некоторое целое число, и у пополам плюс какое-то другое целое число, где альфа и бета – это какие-то целые числа. То есть, в каждую целую точку поместим копию фигуры f. Смотрите, фигура f была площадью больше единицы. Но при этом она была ограниченной фигурой. Поэтому, если вы возьмете достаточно много этих точек, то обязательно произойдет наложение. Одна из фигур пересечется с другой. Для тех, кто любит строгость, наверное, проще всего это показать так. Давайте возьмем альфа и бета. n потом будет у нас появиться бесконечности, а пока это конкретное, какое-то число. И посмотрим, что у нас тогда будет. Фактически у нас будет квадрат со стороной n. Здесь у нас 0, 1 и до n-1. Альфа бегает от 0 до n-1. И бета тоже самое. Бегает от 0 до n-1. Фактически квадрат со стороной. Так? Ну, как надо. Вот здесь вот альфа. Вот здесь вот отладываем бета. В каждой точке есть вот наша фигура. В каждой точке. Нарисованная. Представим себе, что наши фигуры не пересекаются. Ну, в таком случае... Естественно, есть какое-то наибольшее расстояние от центра до точки фигуры. В таком случае... Это расстояние под точкой R. В таком случае все эти фигуры в количестве n квадрат в штук. Каждая дает площадь S разделить на 4. Правильно? Вот то самое число S разделить на 4. И они содержатся... Вот здесь вот ниже, чем на R не выйдешь. Здесь вот дальше, чем на R не выйдешь. Вот эта сторона была длиной n. Они все содержатся в квадрате со стороной n плюс 2r. Ну, отлично. Если мы с вами сейчас посмотрим, то обнаруживаем, что здесь вот у нас коэффициент при n квадрат больше единицы. А здесь коэффициент равен единице. Ну, например, можно на n квадрат поделить ее части. Получится, что S разделить на 4 не больше, чем 1 плюс 2r разделить на n в квадрате. При стремлении n бесконечности это стремится к нулю. Значит, получается, что S не может быть больше 4. Так, да? Замечательно. Значит, какие-то фигуры пересеклись. Вот, давайте сейчас нарисуем это самое пересечение. Так, ну, если они пересеклись, что это там где-то далеко, то можно центр одной сдвинуть в начало координат и считать, что она все-таки находится в начале координат. Отлично. Вот у нас есть какая-то фигура. Вот это наше f пополам, да? И другая фигура. Я не знаю, как ее нарисовать. Имеется в виду, что это ровно то же самое, только сдвинутая. f пополам плюс сдвинутая на вектор альфа бета. И вот здесь вот есть некоторая точка. Она принадлежит обеим фигурам. Она принадлежит и фигуре f пополам, и фигуре f пополам плюс альфа бета. Давайте поймем, почему в таком случае на самом деле в фигуре f обязана лежать целая точка. Давайте посмотрим на эту картинку. Вот это начало координат. Вот это точка из фигуры f. Так? Это точка с координатами x, y. Причем их надо делить на два. И вот точка с координатами x, y принадлежит фигуре f. Так? А вот это половинка. x пополам, y пополам. Очень хорошо. Но при этом, смотрите, вот этот вектор, то есть если из x пополам вычесть альфа, и из y пополам вычесть бета, он тоже принадлежит фигуре f пополам. Так? Значит, у нас есть такое равенство. x пополам минус альфа, y пополам минус бета. Можно представить в виде, ну какой-то там не знаю, x штрих пополам, y штрих пополам. Где x штрих и y штрих, это тоже точка из фигуры f. Значит, альфа это x минус икс штрих пополам. А бета это y минус y штрих пополам. Пока все нет? Но если у вас есть точка в фигуре f, то когда вы ее возьмете с минусом, то из-за того, что фигура была центрально симметричная, эта точка тоже принадлежит f. а когда вы возьмете, сложите вот это и поделите пополам, то вы получите середину отрезка. А если фигура была выпуклая, то середина тоже там лежит. Алгебраически я все рассказала. Сейчас надо увидеть на картинке, что же это такое. Во-первых, точка альфа бета должна быть серединой какого-то отрезка. Какого? Один конец этого отрезка, это x и y. Значит, надо взять вот это вот и в два раза пробить. Вот так? Вот здесь была точка x пополам, x пополам, а вот эта точка будет с координатами x и y. Вот так? Хорошо. Теперь, что такое x штрих, y штрих? Ну, вы помните? Вот это вот они пересеклись. У нас было пересечение. То есть, вектор x пополам, y пополам это вектор альфа бета плюс x штрих пополам, y штрих пополам. То есть, на самом деле, x штрих пополам, y штрих пополам это вот этот вектор. Так? Понятно? Минус это значит вот сюда. то есть, я не зря нарисовал вот этот отрезок. Но, опять-таки, она нужна в два раза. Поэтому, на самом деле, нужно вот этот вот отрезок отложить от начала координат. И замечательным образом окажется, что вот эта точка середина отрезка. Слушайте. А ведь, вроде бы, действительно так и получается. Давайте, наверное, эту точку берем, станет понятнее. Станет понятнее. Итак, что же у нас есть? У нас есть фигура f пополам. Сдвинутая на вектор альфа бета фигура f пополам. И вот они пересеклись в какой-то точке. Так? Теперь, когда у меня есть вот этот вот отрезок, я могу нарисовать параллельный ему отрезок в два раза больше длина. Понимаете? Поскольку вот этот вектор принадлежал фигуре f пополам, то и с обратным знаком тоже будет принадлежать фигуре f пополам, а значит, в два раза увеличение будет принадлежать фигуре f. Все. Вот эта точка из фигуры f. Отлично. Вот эта точка принадлежала фигуре f пополам. Значит, когда я ее в два раза увеличу, принадлежит фигуре f. Значит, вот эти обе точки из фигуры F, но она выпуклая, поэтому середина отрезка тоже из фигуры F. Все, это и есть, на самом деле, точка АФБ. Теория Монковского доказана. Понятно, что если бы было в пространстве, обсуждение было бы абсолютно такое же, только объем должен был быть не больше четырех, а больше по синий. Ну, соответственно, гомерном пространстве объем должен быть больше, чем два в степени.